Приветствую коллеги! Хочу вас познакомить с одним очень интересным бизнесом. У нас в Бресте, под Брестом, в городе Кобрин делают деревянные стеклопакеты, деревянные окна. Значит, про эту компанию я слышал давно и очень частенько встречаюсь. Вот мы сами заказали, уже не первый раз заказываем на квартиру эти окна, заказывали сейчас на дом заказываем. И качество очень высокое. И вот хочу сделать небольшую рекламу и познакомить вас с владельцем этой компании. И вот немножечко он расскажет, если вам будет интересно. Поэтому знакомьтесь. Здравствуйте, меня зовут Владимир, директор компании по производству деревянных окон. Окна сегодня мы делаем класса G78, это 78 мм на 78. Окна сертифицированы, отвечают всем требованиям сертификата. Окна теплые, хорошие, красим немецкими красками. Скажите, а почему деревянные, почему не пластиковые? Обычно все в пластик идут, вот такой эксклюзивом занялись. Но многие мои клиенты, которые меня красили, я сразу говорю, это в Кобрине делали. Говорят, да, это в Кобрине делали. Да, типа дерево у меня душа лежит. Все родственники этим занимаются. А, это непосредственно сам цех, да? Да, да. Я думаю, не надо снимать, потому что... Не, ну как есть, это же не телевидение, рабочая обстановка. Да, вот стоят готовые окошки. А чем вот отличительная особенность? Я смотрю, у вас тут расфасовка, вот она идет как европейского стандартно. Какие вы стеклопакеты используете? 36 мм стеклопакет по ширине 36, а может быть и на разберегающей, и рвом все внутри может быть. Это по желанию заказчика. Как обычно, заказывают три обыкновенных стекла. Этого для нашего климатического пояса это достаточно. Значит, два уплотнителя здесь, хорошие уплотнители фирмы Deventer ставим. Вот, здесь два паза для того, чтобы полиуретановая пена хорошо заходила. Здесь аккуратненько сделаны под подоконник, под отлив фасовочка. Вот, ну и, конечно, отличительная черта это вот этот штапик, который, допустим, это наш почерк. Да, вот я вот по этому почерку, по этому штапику узнаю. Он более такой физиак, красивый. Ребята, зацените. Ну, то есть, смотрите, многие боятся, говорят, вот, по крайней мере, я сталкивался. Я всегда говорю, деревянные окна это просто бомба. И даже в Европе, в Германии, например, это очень дорого. Вот если сравнивать по ценам пластик, какой-нибудь шука и деревянный стеклопакет. Ну, деревянный будет в два раза дороже, к сожалению, по цене, вот, единственный минус, это цена окон, деревянные пакеты, они всегда, ведь легче намного привести профиль из Китая. Сегодня он практически весь оттуда едет из Турции. Хорошо, если из Турции. Вот, и привести готовый, дешевый, значит, здесь надо распилить дерево круглое. Не все дерево идет, в дереве, наверное, процентов 80 идет на дрова, процентов 20 на окно. Значит, его надо распилить, высушить, затратить много энергии, много человеческих рук. Зарплата, налоги и так далее. Чтобы оно дошло вот до покупателя в таком виде. Скажите, а вы какой-то специальный сорт используете, или это могут различные стартапы, как заказчик? Различные могут быть, может быть, ну, в основном у нас первый сорт, сегодня у нас другого и в этом году и не было, только первый сорт бруса. Вот, а может быть дуб, может быть лиственница, может быть сосна. Ну, сосну, более всего заказывают сосну, потому что она приемлема по цене, хотя бы как-то приемлема. К сожалению, сегодня люди бедные, белорусы не могут позволить, так как в 10-14 году теряя. Такой вам момент, вот многим клиентам, которым я говорю, я их всех направляю к вам. Ребята, сразу не зачтите за рекламу, кроме шуток, вот просто беру, потому что качество. Значит, они говорят, а будет рассыхаться, будет крутить. Это правда ли или нет? Нет, не будет крутить, не будет рассыхаться. Брус имеет, вот здесь, если посмотреть, годовые кольца. Вот годовыми кольцами, вот здесь годовые кольца идут сюда, здесь сюда, здесь сюда. Вот это три слоя, может быть даже четыре слоя, еще лучше. Значит, он имеет разные напряжения, то есть он никуда его не ведет, не кривит. Это уже называется евробрус. В том цеху я вам покажу готовый евробрус. Вот такие окошки, такой цвет может быть. То есть цвета вообще заказчик сам выбирает? Да, да, переплетики могут быть любые, вот здесь глухое окно. Вот такие окошки могут быть. Это то, что мы заказали, наверное? Да, да, да. Мы заказали, ребята, я себе на дом, у меня за городом дом еще. Вот мы снаружи у нас красный цвет будет. Ну, такой черт, не красный, темный. Темненький, да, а внутри мы белый вставляем, да? Да, да, да. А здесь вы нам сделали под этот самый вставочек. Все, оно не будет воздействовать на него по горизонталям. Ни дождь, ни снег, вот. Ну, можно будет открыть, надо ручку найти где-то есть. Давайте пройдемся, посмотрим станок. Что это за станок такой большущий? За что он отвечает? Это европейский, я так понимаю? Да, это станок. Это станок, он используется только на некоторых видах операций. То, допустим, вставить замок, профрезеровать. Это хороший станок, ровер. Мы его покупали в лизинг, 90 тысяч евро он стоит. Вот. Много операций здесь делается. Здесь главное специалисту написать программу. Он может много чего. То есть ты задаешь в компьютер программу? Да. И он уже, станок что-то... Да, закладывается туда заготовка, заготовка хватается присосками. И робот сам берет фрезу, которую надо, делает операцию, вложит фрезу обратно в магазин, так называемый, а берет оттуда другую. То есть это сегодня такая хорошая машина. К слову, она, наверное, 2006 года. Но она до сих пор работает и никаких проблем нет. Нет, нет, это итальянский. Я вот так вот покажу, ребята. К сожалению, я уже приехал, когда уже все люди ушли. Нельзя в детстве показать, но все-таки... Нет, я вам не покажу. Ну, если там стоять, то он работать не будет. Здесь надо выйти из этой зоны, тогда он начинает работать. Когда он отлично. Ну, это... Здесь у нас и легенды. Это что за... Это французский станок, на нем делаем филенки, двери. А, то есть вы двери тоже делаете? Делаем двери, да. Ну, только меньше, но делаем. Сегодня двери получается у нас из-за того, что мы мало ее делаем, но из-за этого у нас получается двери дороговатые. Сегодня люди кидаются на одинаковые, дешевые двери есть. Это в Бресте. Вы видели, наверное, большие павильоны, большие склады. Вот. К нам приходят, доходят одинокие заказчики, которым нужна классика. И что-то оригинальное. А вы, то есть, какой-то, например, вот мне понравились какие-то итальянские двери или французские. Вам рисунок, у вас есть технолог, который говорит, да, мы можем такое сделать, спецэскизм. Ну, да, есть технолог, но, да, может, если он скажет, что можем, то мы сделаем эти двери. Ну, опять же, сейчас не хватает, как бы, такого потенциала человеческого. Даже ту программу написать грамотных людей, к сожалению, они все где-то ездят, то ли в Великом Камне, то ли в Польше. Ехали за границу. Да, да. А скажите, ну, вы поставляете в основном по Белоруссии или все-таки экспорт идет? По Белоруссии, только по Белоруссии. Россия? Россия, ну, я не считаю это экспортом Россия. Россию тоже делаем в Москву, в Питер делали, в Сочи делали. Вот. Ну, это ж не, мы не говорим, что это экспорт. А небольшими партиями просто идет? Нет, они небольшими, они тоже приезжают частные участники по интернету смотрят, цена у нас, как для дерева, адекватная сегодня. Вот, поэтому заказывают, заказывают. Сегодня Россия меньше заказывает. Вот, в прошлом году были заказы, позапрошлом было очень много заказов. В этом году мало совсем. Россия, наверное, более... Ну, у них там свои производства откроют, свои мощности. Плюс еще транспортная нагрузка, это же надо все перевести. Ну, ребята, скажу, действительно, очень высокое качество. Я знаю, что вы когда-то даже, у вас были многоэтажки, элитные дома закупали. Сейчас уже нету. Сейчас нету, мы последние дома на Гаврилово делали. В Бресте, если кто-то видел, перекресток Гаврилово-Московская. Это дом на углу. Красные окна. Вот они называются цвет тик, вот такого цвета. Там все окна стоят. По-моему, две пятиэтажки. Рядом две пятиэтажки. Окна белого цвета тоже наши. Училища строителей наши окна стоят на Смирново. Там в белом цвете. Швейное училище. На Пушкинской тоже наши окна стоят. Спортзал там такая, такие большие витражи мы компонировали. Скажите, а лес вы покупаете в Пущанске или какой-то особенный? Откуда везут? Лес везут в Россию. Брусом, поклейкой бруса мы занимаемся непрофессионально. Скажем так, если у нас есть в рабочих свободное время, в основном брус делают большие компании. Тоже то самое в России делают большие компании брус. Завозят в Белоруссию. Здесь уже мелким опытом он разбирается. Сегодня у нас брус, я вам покажу потом, из Красноярского леса. Ребята, Красноярск, это где Шайтер Андрей живет, там леса много, лес хороший, качественный. Да, да, он такой аж рыженький, но нигде нету ни по плелости, ничего. Ну, наверное, пойдем туда и я вам покажу. Да, давайте. Вот, ребята, вот как есть прям живое общение. Скажите по поводу сушки. У вас тоже вы какой-то определенной до степени древесину доводите? Сушим до 8, теряя 10%. Сушилки работают на местных видах, на наших видах, на опилках. Сейчас я включу его из того цеха. Вот там гудит сушилка, кстати, мы проходили. А как понять, то есть оно горит на опилках, там какая-то сушилка? Да, котел на отходах с древесины. Там стоит обычная котельная, которая нагревает воду, вода поступает в сушилку, в радиаторах. И там уже под воздействием воздуха теплого начинается сушка. Ну, а какие-то, например, государственные органы, ну, так вот честно сказать, у нас все-таки не телевидение, они вас проверяют, мешают жить иногда или все-таки как? Нет, нет, не мешают. Все нормально, да? У нас все есть, у нас все бумаги есть, поэтому нам они не мешают. Мы, проблем никаких у нас не было никогда. Проблемы, когда любой производитель, любой, наверное, сегодня знает предприниматель, если не заплатишь налоги, тогда будут проблемы. Если вовремя не заплатишь. А если вовремя заплатил налоги, тогда все хорошо. Живи и спи спокойно. Да, и работай, тихонько. Единственное, налоги большие. Мы живем в этой стране, надо подсоединяться. С законом и так далее. Да, ну, так, это мы сейчас идем... Мы идем в цех заготовки. Свет, можно у нас включить? Витя, включи свет. Я покажу бруски. Вот, исходящий материал. Это то, что с Красноярской, да? Да, да, да. Вот. Ну, вот тут здесь четырехслойный, здесь вообще супер. Это вот прям вот так... Ого! Вот эта емочка убирается, когда он проходит становление. Думайте, что оно в коре будет. Сейчас свет включат. А запах какой приятный, запах леса. Вот, смотрите. Вот это брусок. Радиальный распил. Петя, включи тут. Это вообще была промышленная зона изначально, да? Да, только изначально строили для производства. Есть свет? Вот, наверное, с конца будет лучше видно. А вот этот, что за станок? Так, через него проходит тоже весь брус. Вот, если его клеят, он до десятки миллиметров убирает уже точность. Прям десятки миллиметров? Да, вот на нем уже происходит калибровка бруса именно уже под станки. Под станки, которые, ну, предназначили, ведь разная операция может быть. А вот такие бруски, куда они идут? Это дубовая доска. Это попросили у нас тут сделать пару кухонных досок. Сконсорская помощь на дом при столе. Рядочком, когда вы утепляли здание, там находятся люди преклонного возраста. Вот мы для них делаем доски на кухню. Можно посмотреть. Это именно с Красноярска, да? Прямо сюда привозят? Ну, это их не материал. Это лес оттуда. Потому что ни для кого не секрет, что много леса завозится из России. Если кто-то Брестский знает предприятие, я не знаю, сейчас оно работает, не работает. Огородник, в Домачевском, где-то возле Домачева тоже там очень много, большие партии леса идут с России. Но лес более качественный там получается? Ну, он не качественный, он качественный, конечно, он дешевле получается. Качественный получается. Вот такой вот брус. Нигде не синевый. Это вот брус первого класса. Первого сорта. Станки такие. Получается. Где-то, наверное, будет. Он уже обработан или он вот как есть? Нет, вот как вот его склеили. А потом его сюда. И уже там... Доманс отсюда идет дальше, дальше, дальше по линиям. И как бы шлифовка все доходит. Интересно, интересно. Здесь будет где-то 150 окон с этого бруса. 150 окон. Да. Ну, брак не приходит? В основном хорошие проверенные компании, да? Ну, брак, 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 брак везде бывает. Конечно, это надо отсортировать. Вот вы смотрите, сколько древесины. Если мы сами делаем что-то, вот насколько отходов. Вот это отходы все? Да, да, получается. Вот. А потом, кстати, куда они идут? Все-таки такие бруски хорошие. Это вот топим мы, котельную топим. А у вас здесь... Ну, котельная сушилка, вот видите. Где-то вот он с краю, был недоклеенный. Человек его взял, отпилил. Ну, это есть такое, потому что он идет, когда трехметровый покупаем, и он на самом деле 3,10, 3,20 может даже быть. Вот эти куски, они по краям, они идут в отходы. То же самое вот пороги древесины. Все это вырезается, где-то если досочка на подоконник надо, сучки. Сколько времени вот одно окно, вот с вашим перфекционизмом, так вашей компанией, сколько примерно уходит? Примерно хотя бы. На одно окно, ну, тут нельзя так судить, потому что идет... И какой штат сотрудников, примерно? Идет поток, штат сотрудников сегодня 9 человек рабочих. Вот. Это смотря какие заказы есть, сложные заказы, есть легкие заказы. Если делать 40 одинаковых окон, то можно сделать их за неделю. А если делать 20 окон и все разные, то можно делать 2 месяца. Если еще полукруглые бывают, круглые, треугольные трапеции бывают. Все от этого тоже много. Все по индивидуальным заказам. Конечно. Сегодня, к сожалению, для производителя не приходится выбирать. Это когда-то, я помню, были такие заказчики, которые приходили, стучались. И не всегда даже им двери открывали, потому что у них какие-то были сложности. А сегодня стараемся каждого заказчика обойти, приехать к нему, поговорить. Любые окна, и маленькие, и большие, и круглые, и квадратные. Все берем в работу. Да, кстати, ребята, вот мы заказали окна, и нам даже доставку сделали бесплатную. То есть вообще сам личный директор доставляет. То есть это говорит о высоком уровне и, так сказать, как относятся к заказчикам, как и должно быть в нашем современном нелегком, так сказать, мире, в производстве и так далее. Уже идет выборка всех четвертей. Вот этот станок, допустим, делает такую выборку. Скажите, вот он выборку делает, вот эти края сразу, и скругленные, это он тоже там все делает, шлифует? Да, 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 все, вот одна операция. А это кто производитель? Это Вайнер, тоже немецкий станок. Ну, хорошо, вот там Франция, там Германия. Неужели россияне не делают такие станки? Ну, россияне не делают, россияне делают. Я не знаю, Витя, что у нас тут русского есть? Ничего нет, наверное. А, уговальные. Еще, наверное, советского образца. Да, да, есть. Ну, они тоже, как бы, есть, то же самое четырехсторонний станок. Он есть и русский хороший, когда новый. Ну, почему-то здесь так вот наше сложилось, что покупали импортные. Ломается станок, запчасти, они же сумасшедших денег. Стоят или сами вытачиваете, что-то? Нет, они стоят сумасшедших денег. Ножи, допустим, один нож здесь. Вот здесь этих ножей. Подойдем поближе. Трехсот, наверное. Трехсот ножей здесь, да? Обалдеть. Они маленькие, вот видите, они вот. Вот это фрезы. Ну, и как их затачивать надо? Видите, сколько ножей? Один, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, то есть, 12 штук или 10 на одном может быть. Но их сняли, то есть, их затачивают еще как-то там? Да, их после того, как поработают. Вот они, запасной комплект есть. Здесь не весь лежит, запасной комплект. Вот, конечно. Чужойки такие. То есть, ну, это точно не подделаешь и не сделаешь у токаря. Вот он, Ляйц, марка немецкая. Значит, комплект фрез сегодня стоит 8 тысяч евро на этот станок. Вот, вот эти комплекты, вот этих штук, обалдеть. Да, да. А ножи, ножи, ножи отдельно вот эти покупаются. Вот последний раз мы обновляли в семнадцатом году. Мы купили только на лицевую поверхность новые ножи. Мы заплатили, ну, на сегодняшний день это получается 8 тысяч. Евро? Не, не. А, белорусские? А, белорусские. А, 4 тысячи долларов? 4 тысячи долларов. Это только лицевая поверхность. Это вот эти маленькие ножички. Закуплены вот эти вот. А как понимаешь, что они уже необходимы? То есть, дерево начинает рвать, вы замечаете? Да, да, да. То есть, и срок службы есть. Такое понятие, как срок службы есть. То есть, вам никто об этом не говорит? Вы сами заботитесь именно о качестве продукции? Ну, конечно, конечно. Ты же не будешь делать окно, чтобы потом его назад привозили. Ну, да. Станки старые, поэтому, ну, как бы, по меркам. А вот по вытяжке, это все шло или вы сами как-то делали? Смотрю, здесь это все как бы подбирали, потому что станок, у каждой установки имеет свой объем вытяжки должен быть. Значит, вытяжки хорошие должны быть. Хотя, тут еще как бы не... Ну, мы намериваемся, здесь будет делаться ремонт скоро. Кстати, по побелке, если надо побелить, покрасить, обращайтесь. Это ко мне прям. Будем делать ремонт, будем отделять, потому что здесь будем с этого цеха сборку переносить сюда. То есть, здесь пыли не должно будет априори быть сегодня. Как бы, немножко здесь пыльновато. Мы поубирали хлопцы. Ну, то, что вы растете, то, что вы модернизируетесь, то, что вы выкладываетесь, это дорогого стоит. И я скажу, за этим будущее, потому что технологию... Конечно, хотя бы то, что мы сегодня еще живы. Это уже хорошо. Да. Хорошо, вот давайте вот к этому станочку подойдем. Что это за он такой? И вот этот вот тоже, что за станки? Это шипарьерс. Называется... Вот здесь китайский станок. Он практически, практически мало еще работал. Здесь на этом станке зарезается... Это... Это дрова. Зарезается. Прошипы пролушины. Вот. И древесина склеивается по длине. А, я понял. Если мы берем вот с куски, подоконник нам надо сделать, нам надо в подоконнике, чтобы не было... Чтобы не было у нас сучков, вот оно вот так раз, намазывается, промазывается клеем. ПВА, вот он стоит. Тоже импортный. Грин. Тоже немецкий, как обычно. Да, да. И вот такой сколочный пресс. А, вот это он прессует? Он сжимает. Ну, пресс у нас старенький, литовский, по-моему. Но работает все хорошо. Но работает четко-то все. А какие мощности по электричеству? То есть здесь такие станки, там я еще смотрю какое-то... Сколько потребления идет суммарное, там, я не знаю, в час или в месяц или как-то? Ну, как работать? Много. Если месяц четко отработать, весь месяц, каждый день, и все будет задействовано, то я вам скажу, что, наверное, тысяч пять киловатт мы можем погротить электричество. Вот, электричество очень имеет важную роль. Оно сегодня не дешевое, его много мы используем. И, конечно, если бы оно подешевело, было бы хорошо. И мы еще тому же платим, наверное, в три раза больше, нежели... Это промышленная зона, это не СЭСК. Да, да, да. Мы платим уже немного. По-моему, сегодня то ли 30 копеек, то ли 40, то ли 33. Это очень дорого. У нас в гаражном кооперативе такая сумма. Это очень дорого. Да, это дорого. Поэтому все это укладывается в цену. Да. Вот здесь вот лежит под закладкой мощнейшие гидроцилиндры. Вот видите, какие большие. А это что? За что он отвечает? То есть он прижимает? Он делает сейчас на закладке евробрус своего производства. Ну, немножко уточните. То есть он, получается, под давлением сжимает, прижимает? Да, уже на клею сжимает. И вот это получается евробрус. То есть эта станина, она идеально ровная должна быть? Да, она идеально ровная. Идеально вот эти все хорошо прижимают. Уже высушенные, уже прижмут? Конечно, высушенные, простроганные ламельки. А вот, вот заготовка. Вот заготовка для этой ламельки. Вот эта заготовка. И потом куда идет этот брус? Вот она. Потом вот эта прострагивается на том четырехстороннике. И делается из него ладенькая, совершенно точная ламелька. И вот с трех таких ламельек получается метр, получается брусок. Евробрусок, который там лежит. А вот это что за станок? Это уже тоже снят из производства. Тоже, видите, импортный был, тоже шипорез был. Шипорез. То есть зашиповывал по длине вот как тот. Сегодня он уже устал. А вот этот вот, вот это что за штука? Ну, это такая еще дедовская. Не выкидываем пока. Дедовская тоже вайма. То есть здесь можно сжать какую-то заготовку тоже. А, то есть вот так вот прижать? Да. Подоконник можно приклеить. Ну, довольно мощная, конечно. Просто есть вот эти вот винты, давлятся пневматикой. У нас в том цеху арендаторы есть. У них большие объемы, они их клеят на экспорт. Вот. У них пневмов эти стоят. Нам много не надо. Нам, допустим, если человек заказал окно, он не всегда заказывает подоконник. Поэтому мы справляемся либо на той подоконнике, либо на этой. А давайте вот еще, там два станочка тоже посмотреть. Здесь, здесь как бы так уже. Тоже, вот это, наверное, советский станок. Это фуговальный. Здесь до 60. Видите, а сколько здесь? До 40 или до 60, наверное? Сантиметров. Я так понял, он... Безопасный. Ну, да, здесь всунуло, но пошло по роликам. Прострогало одну сторону. Это один, там второй просто фуганчик стоит. Здесь вытягивает это все? Да, вытяжка все. Ну, тут большой струизованный треклон есть еще. Вот с четырехсторонника вытягивает на улицу. Там бункер. Бункер сразу высыпает трассерный прицеп. Скажите, а как вы смотрите все-таки столько станоков, столько оборудования? Как люди проходят обучение, и чтобы люди не поранились? Ну, здесь нет случайных людей. Здесь люди работают, которые давно-давно-давно работают. Здесь, если пришел на работу даже после училища, максимум, что им могут дать в руки, это нуждачку. И он может ее где-то подтереть, там, дерево. И потом он будет расти потихонечку? Да, да, да. Это не мы же их учим, их учат. Старики? И учат, да. Ну, вообще они как бы в строительных этих училищах, столяра, там сразу видно, кто-то хороший столяр, кто-то сюда молодежь приходит. Сразу видно, будет он работать, или он просто так, что приходил, протирал туда. Есть действительно люди, которые любят, говорят, я люблю дерево, я люблю дерево, и они занимаются. Да, да, да. Есть такие люди, вот есть у нас человек, работает уже, наверное, лет 20, работает столяром. У него, ну, высший пилотаж уже. Есть одного мы, вот, недавно мы одного отпустили, о чем сейчас сожалеем, тоже хороший специалист. Вот их, он, специалист, это который может прийти, он здесь любой станок знает, он знает все эти нюансы, которые работали здесь люди. Вот, но сегодня еще есть такие люди. Ну, а по технике безопасности, то есть, ЧП было вот какие-то, или все-таки стараетесь планерки провести по расписанию? Хоть, 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 хоть. Хотя, я послушаю, по дереву давно не было. Давно не было по технике безопасности. Не, конечно, все это ведется, журналы, все. Все, консультирую, людей, консультирую. Но вы постоянно на производстве, вы тоже своими руками, или вы как директор там пишете, или тоже где-то... Не, я тоже, я тоже много чего делаю. Могу, умею делать, делаю много чего. У нас небольшой... Засучили рукава, и тоже... Да, 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 да. И видят рабочие, что директор вместе с ними, как бы... Да, мы с ними, мы с ними одна команда. Стараемся быть одной командой, потому что сегодня... Раньше был штаб большой, было очень много людей. Сегодня мы не можем столько содержать, нету столько заказов, поэтому... Много на одном человеке, много обязанностей получается. Да, и все-таки человеку и зарплату хочется дать, чтобы семью мог прокормить, продержать. Да, зарплаты, зарплаты все равно небольшие у нас. Вот. Объемы, все зависит от объема. Ну, вы какую-то рекламу даете, или все-таки у вас больше сарафан и радио работает? Нет, мы даем, у нас есть интернет-страничка, есть... Работает в Яндексе. Можете назвать, я, кстати, могу под видео оставить ссылочку. Болит промо-окна, контакты, бай у нас. Даже если просто набрать деревянные окна, оно выбивает нас на первой странице Яндекса. Деревянные окна, Кобрин? Нет, просто деревянные окна, даже если набрать Бресте, Вродно, там. На первой странице, может быть, не в первых строчках, в первых строчках, как обычно, перепродавцы идут, у них больше денег и времени ковыряться в этом. А производители где-то там будут последние. Чуть-чуть пониже. Пониже, да. Хотя вы на первой странице, и то хорошо. Да, да, да. Ну, ясно. Хорошо. Ну, мы, я не знаю, сушилку уже не пойдем смотреть. Мы там проходили рядышком, да. Я хочу вас поблагодарить за это такое интересное интервью. И вот прям пощупал, потрогал, все. Ребята, надеюсь, было интересно, полезно. Для обрезки оставлю ссылочку под видео. Компанию, у которой покупаю деревянные эти окна. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Увидимся. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok